Особенности этой точки заключается в том, что здесь город виден как на ладони. Она не слишком высокая, не слишком низкая. Город не кажется узким. Он длинный, красивый, современный, динамичный. И я считаю, что это идеальное место для съемки городской панорамы. Как раз в кадр у нас уйдет от комплекса трамплинов до гостиницы «Казахстан». То есть от нового символа города к старому символу города. При съемке панорамы необходимо учесть очень важный момент. Все автоматические режимы в камере должны быть выключены. Потому что панорама сшивается из нескольких разных кадров, которые должны быть полностью по экспозиции, соответствуют друг другу. Для того, чтобы потом программа Photoshop не сделала никаких ошибок. Во-первых, мы устанавливаем баланс белого на солнышко. Сегодня солнечная погода. Пусть он будет автоматом определять солнце. Далее. Соотношение выдержки диафрагмы у нас остается прежним. 320. Выдержка диафрагма 8. И очень важно выключить фокус. Фокус мы будем наводить вручную. Чтобы при съемке автомат не прыгал с места на место, а вся картинка у нас была с одной резкости. Устанавливаем камеру на штатив. Выбираем крайний левый угол. Делаем кадрик. Оставляем перехлест 30% от прежнего. Делаем кадрик. Оставляем 30% перехлест от прежнего. Делаем кадрик. Оставляем перехлест от прежнего. Делаем кадрик. И заканчиваем панораму последним кадром. Все. Проверяем. Все плоскости соблюдены. Резкость нигде не скачет. Баланс белого нигде не скачет. Мы имеем идеальную основу для сшития панорамы, о которой я расскажу вам в последнем уроке. Ну и, конечно, находясь в этом месте, нельзя обойти вниманием. Совершенно замечательный вид, который открывается на горы Зайлийского Латау. Большой Алматинский пик отсюда очень хорошо виден. Он является визитной карточкой нашего города. Сейчас в горах очень красивые облака. Правда, небольшая дымка, но с дымкой мы поборемся. Давайте приступим к съемке пейзажа. Здесь для съемки я буду использовать опять телеобъектив, для того, чтобы горы визуально в кадре казались ближе и больше. А для того, чтобы побороться с легкой дымкой, будем использовать поляризационный фильтр. Вот он у меня тут заранее заготовлен. Мы его аккуратно накручиваем. И, вращая кольцо фильтра, уже подбираем эффект, который нам необходим для качественной фотографии. Чуть-чуть поближе. Так. Надо учесть тот момент, что поляризационный фильтр съедает часть экспозиции. Экспозиция у меня стала меньше. Выдержка у меня теперь 160, и для того, чтобы избежать шевеленки в кадре, я использую очень удачно стоящий здесь столб. Мы к нему прислоняемся, фиксируем камеру, нажимаем на спуск. Ну вот, никакой шевеленки. Все резко и хорошо. Ну вот, мы закончили со съемкой городского пейзажа, закончили со съемками гор. А теперь мы спустимся немного ниже и посмотрим на кусты, которые растыли сейчас красивыми желтыми цветами. Еще недавно это были всего лишь голые ветки, а теперь замечательно они цветут. Давайте попробуем это дело зафиксировать. Так, ну вот, я думаю, здесь очень хорошее сочетание цвета белого и цвета желтого. Здесь мы и поработаем. Штатив здесь уже не нужен. Поставлю я объектив с фокусным расстоянием в 50 мм. Я думаю, он даст мне необходимую глубину резкости. Объектив не со сменным фокусным расстоянием, поэтому приближать и удалять объект я буду вручную. Ну вот, я думаю, в этом месте получится удачный снимок. Цветы освещены ровно, хорошо. Уровень яркости у них очень большой. Мы можем хорошо увеличить диафрагму, для того, чтобы глубина резкости у нас была как можно больше. Примерный расчет, 1 сотая выдержка, 14 диафрагма. Для того, чтобы сделать удачный снимок в режиме макро, надо, естественно, иметь макрообъектив. Но, к сожалению, я такого не имею, поэтому я буду пользоваться полтинником. Он мне все равно даст преувеличение необходимую глубину резкости, необходимую яркость и контраст. Но для того, чтобы снимок в стиле макро смотрелся красивее и интереснее, желательно, чтобы на цветочке присутствовало какое-то насекомое. Пчелка, бабочка. Но насекомые существа капризные, их придется подождать. Ну и как-то вот так. Вот так. И может быть... Вот так. Ну вот, дорогие друзья, за моей спиной тот самый столб, где мы только что провели замечательную съемку. Для тех, кто хочет повторить мои эксперименты с гарантированным результатом, сообщаю координаты. Середина горы Коктебе, 250 метров выше восточной обездной дороги. И главное, не забывайте, съемка должна вестись в формате РОВ. А на сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok